всем привет посмотрите какие классные змейки у меня получились вот такие интересные следующий год год змеи и я начала придумывать разные интересные формы сейчас я кратко расскажу как их связать а потом если будет время обязательно запишем мастер-класс для создания такой змейки не понадобились нитки я взяла такие нитки янарт у них разных цветов такого цвета я свяжу еще для короны я взяла янарт виолет эти ниточки они чуть-чуть потоньше крючок 175 это для змеи и 125 это для короны также мне понадобилось пушистая проволока синель вот она бывает для создания игрушек разные три штучки на одну змею потому что одна проволочка вставляется голова капюшон кобры и потом вплетается еще в две оставшихся полосочки они перекручиваются между собой цвет без разницы какой змейка не просвечивается поэтому туда можно и синий красный без разницы также понадобятся глазки здесь у меня пришивные глазки бусинки можно вставить глазки или приклеить первый ряд начинаю с головы это 6 петелек в кольцо амигуруми потом прибавку в каждую петельку получается 12 дальше увеличиваю через одну до 20 петель увеличила провязала 5 рядов и стала уменьшать уменьшила до 14 петель и резко начинаю увеличивать на капюшон до 50 петелек добавляем петли через две через два столбика все связано столбиками без накида потом когда это 50 провязала связала 4 ряда вниз и постепенно начала убавлять тут я еще не рассчитывала сколько вот капюшончики получились разные ящик 2 связала в одной побольше здесь у меня было поменьше петель самое первое это уже 2 дальше когда я постепенно уменьшала надо уменьшить до 15 петель постепенно и когда мы на серединке будем нужно сложить синель скрутить немножко вот так вот для головы и вставить в голову и сделать капюшончик в помощь синель вязание сама по себе вам уже поможет как это все будет выглядеть здесь по краю я прошила этими же нитками чтобы синель там не болталась не бегала головная белая синтепона дальше когда капюшон закончился я приматываю еще вот так вот перекручиваю все тоже и вся вся полностью перекручивается сначала змейка конечно такая прямая получается вот она распрямила я ее конечно так часто лучше не делать потом нужно взять потолще кисточку или какую-нибудь палочку и вот так накручиваем вот проволока хорошо держит форму тем более она мягкая уже набивать ничего не нужно будет когда в два сложения но достаточно упруга и достаточно плотно и вот получается капюшон подогнули и она уже будет стоять придали форму и она так стоит дальше из этой пряжи я вязала корону я взяла 15 воздушных петель и последний ряд я две петельки потом вверх 5 воздушных петель в эту же петельку приводила снова 2 петельки 5 5 воздушных петель в эту же петельку привела и так по кругу вот получается такая корона сюда можно еще какие-нибудь стразики приклеить чтобы было поинтереснее будет совсем красота до нового года у нас еще очень очень много времени и я думаю все успеют связать себе интересных разных изменит всем творческих успехов до свидания